Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Смотрю на эти кадры, и мне не верится, что это было всего лишь полгода тому назад. Это видео будет посвящено прекрасным итальянкам, а также тому, почему нам, большинству собравшимся на этом канале, скорее всего, никогда не удастся выглядеть как итальянки. И понимая определенные особенности, определенные черты, характеристики итальянской женской красоты, мы сможем этой информацией пользоваться себе во благо. Себе во благо я имею в виду прежде всего славянских женщин, к которым, конечно же, отношусь и я. Итак, первое, что нас очень сильно отличает от итальянских женщин, и за счет чего итальянские женщины выглядят так эффектно в своей одежде, не случайно эта подборка летняя, это цвет кожи. Это не просто оливковый, достаточно смуглый цвет кожи, который очень красиво смотрится со всеми цветами ткани, со всеми цветами одежды. Это также особенность, которая подразумевает, что на итальянскую кожу, что женскую, что мужскую, очень хорошо ложится загар. Он ложится быстро, он имеет очень красивый оттенок, глубокий, и кожа приобретает желанный коричневый оттенок достаточно быстро. Кстати, часто меня спрашивают, Яна, есть ли пигментные пятна у итальянок. Вы знаете, я не замечаю, вот действительно, они настолько хорошо воспринимают загар, они очень любят солнце. Они защищаются от ожогов при помощи специальных средств. Вы всегда увидите, как итальянская женщина на пляже наносит на себя солнцезащитный крем. Но то, что они часами готовы лежать ради красивого загара под солнцем, это тоже неоспоримый факт. Мы с нашей бледной кожей никогда не будем выглядеть в нашей одежде, даже если она будет абсолютно идентична той, которую надевает на себя итальянка, так же эффектно. Потому что наша кожа бледная, наша кожа полупрозрачная, так называемый молочный оттенок. Обувь. Обувь – это то, что отличает итальянский женский и мужской стиль. Я часто говорю «акцентная обувь», я часто говорю, и вообще обращая внимание на обувь, говорю об обуви. Но нельзя не признавать тот простой факт, что наличие той или иной обуви в аутфитах у итальянских женщин продиктовано, конечно же, очень благоприятным климатом. Вот действительно, ты можешь и сапоги с мини-платьем надеть. Многим не нравятся такие компоновки. Я очень хорошо помню комментарии, которые получала сама, которые получали мои героини. Но при этом это то, что ты, по крайней мере, можешь однажды хотя бы надеть. Ты волен это выбрать. Точно так же, как и, допустим, практически открытая обувь, максимально открытая обувь. Это могут быть даже босоножки, плюс достаточно сложный и теплый аутфит сверху, теплая компоновка. Это может быть даже аутфит, состоящий из брюк, рубашки, возможно, пыльника легкого, либо тренча. Плюс босоножки на тонких-тонких перепоночках. Это очень красиво, это очень секси. Но такое возможно, наверное, только в Италии и в странах подобного климата. Обувь в итальянских аутфитах – это особенность итальянского женского стиля прежде всего. Но, повторюсь, этой особенностью итальянки пользуются, возможно, даже неосознанно, просто потому, что живут в очень благоприятном климате. Еще одна особенность, она отличает нас очень сильно от итальянских женщин – это волосы. Наши волосы, как у принцессы, они легкие, они пушащиеся, они не такие густые, потому что они тонкие, точнее, волосы могут быть густыми. Количество волос примерно одинаковое на голове произрастает, что у нас, что у итальянок. Но наши волосы очень тонкие, и за счет этого кажется, что и шевелюра у нас не такая богатая. Волосы украшают любую женщину, волосы украшают итальянку. У итальянок шикарные волосы, плюс у них есть привычка все-таки в любом возрасте носить достаточно длинные волосы. Середина лопаток – это самая распространенная длина волос, плюс в итальянском обществе нет предубеждения и нет мнения о том, что чем старше женщина, тем короче должны быть волосы, и, соответственно, должна меняться ее прическа. Нет, итальянки в элегантном возрасте с удовольствием, и очень красиво, нужно сказать, носят свои длинные, а также полудлинные прически. Также итальянкам доступно то, что недоступно практически ни одной из нас после 40. Итальянки очень часто скрывают седину при помощи самого обычного милирования. То есть они не красят волосы в темный цвет, они не закрашивают седину, они либо оставляют волосы такими, как есть. Я показывала огромное количество своих героинь с седыми волосами. Но чаще всего все-таки итальянки именно в элегантном возрасте после 40, начиная, предпочитают именно милирование. И я, как обладательница славянских волос, тонких волос, пушащихся волос, могу сказать, что ну да, я могу себе позволить одно милирование раз в 5 лет. Если я буду делать его чаще, мои волосы просто будут выглядеть очень-очень печально. Да, седину, возможно, и не будет видно, но прическа будет у меня на самом деле оставлять желать лучшего. Поэтому волосы – это то преимущество, которым природа наделила, наградила итальянских женщин. Какой выход у нас? Я часто об этом говорю, и скоро, чуть ближе к моему дню рождения, я посвящу видео о теме, как я отрастила свои волосы, расскажу, на что нужно обращать внимание. У нас, наверное, единственный выход – это сохранять здоровье наших и без того тонких и очень деликатных волос. Вот тогда прическа будет выглядеть действительно хорошо. Еще одна особенность, которая отличает итальянских женщин, она отличает их не только от нас, мне кажется, от женщин всего мира, это то, как они подбирают себе аутфиты. Очень часто мне пишут в комментариях, Яна, у итальянских женщин прирожденный вкус. И также часто мне пишут, такое ощущение, что все, что было под рукой, они на себя надели и пошли. И здесь я могу сказать, как человек, который сейчас совершает огромное количество примерок и работает с огромным количеством специалистов, которые меня переодевают, правы оба типа комментаторов. С одной стороны, да, у итальянских женщин, в силу того, что они окружены красотой с детства, красивыми витринами, красивой архитектурой, прекрасной природой, голубым небом, у них развивается чувство прекрасного, чувство цвета, чувство формы и так далее. Но, с другой стороны, итальянские женщины действительно одеваются по принципу «я наброшу это, наброшу вот это, примерю, приложу вот это, и если это отвечает моей эстетике, я в этом и пойду». То есть, по сути, они не продумывают свои аутфиты. Скоро я запишу видео, где буду брать интервью. Это один из форматов, который мне хотелось бы сделать. Интервью своих стритстайлеров. Вот почему они оделись именно так сегодня, как они выбрали с утра эту одежду. Но я уже знаю ответ на этот вопрос. Мне просто хочется, чтобы вы услышали это непосредственно от итальянок. Они как будто бы надевают действительно все, что под руку попадется. До того момента, накидывая и сбрасывая эти вещи, эту одежду, пока отражение в зеркале не будет их устраивать. Вот так же, кстати, совершаются многие примерки. Да, с одной стороны, я примеряю уже готовые аутфиты, но с другой стороны, очень часто мы дорабатываем в моменте. Приложили, накинули, примерили. Хорошо, все, я пошла снимать себя. Поэтому итальянские женщины отличают от нас именно другой способ составления аутфитов. У нас он более продуманный, более рациональный, а у них он более интуитивный. Вот действительно, все, что было под рукой, набросила, себе понравилось в зеркало и пошла. Ну и еще одна особенность, которая позволяет итальянским женщинам выглядеть действительно очень хорошо и красиво. Это социум. И, на мой взгляд, это самое важное отличие именно итальянских женщин от нас, женщин с постсоветского пространства, как я люблю говорить. Итальянский социум, с одной стороны, действительно безразличен к тому, как выглядит человек. Но это безразличие, оно в неком позитивном ключе должно пониматься. Если твой аутфит, твоя одежда, твой способ одеваться никак не задевают мои права, мои свободы, ты можешь одеваться как хочешь в любом возрасте. Никто не будет думать, что ты выглядишь нелепо и смешно. Прежде всего потому, что, да, социум достаточно равнодушен, но социум и очень и очень толерантен. Вот здесь очень тонкая грань между толерантностью, равнодушием, свободами, признаванием свобод других людей на их право выглядеть так, как они хотят. И этого лишены большинство из нас. Я думаю, что многие мои зрительницы из небольших городов прекрасно поймут, о чем я говорю. Я думаю, что я сама, при всей моей фэшн-свободе и смелости, вернувшись в небольшой русский город, не смогла бы одеваться так, как мне хочется. Я люблю короткие шорты, считаю, что они мне идут, получаю очень много критики. Также по поводу вот таких своих комплектов. Летом мне нравится носить летние сапоги и короткие шорты, короткие платья. Мне кажется, это красиво, стильно, секси, как угодно, мне это нравится. И здесь я свободна так одеваться, потому что, когда я выхожу из дома, никто на меня не смотрит криво, косо не смотрит, вообще на меня никто не смотрит, только если я не заслуживаю комплимента, как и другие люди. На других людей обращают внимание, их рассматривают, и, как правило, потом им говорят комплимент. Я очень часто с этим сталкиваюсь. Как сама говорю комплименты, так и мне их преподносят. Поэтому социум, который ценит, что сегодня ты хорошо выглядишь и украшаешь собой этот мир сегодня, это очень важно. Но еще важнее, наверное, когда тебя окружают люди, которые не тыкают в тебя пальцем и не осуждают тебя за то, что ты носишь этот цвет, этот фасон и эту длину. Ну что ж, на сегодня это все отличия, которые мне пришли в голову, когда я снимала своих героинь, когда я переодевалась и записывала формат «Переодень меня, если сможешь». На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok